Сегодня африканская чума свиней зарегистрирована уже в 14 субъектах России. В Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской областях, а также Краснодарском крае и Москве. Всего почти 33 неблагополучных пункта. При этом 23 из них были выявлены только в июле-августе. И хотя для человека эта болезнь не опасна, именно он является основным ее переносчиком. Животным инфекция передается антропогенным путем. То есть о деятельности человека. Завезли корма, допустим, непроверенные или из зоны карантина, где эта инфекция существует. Значит, поставили мясо без документов. Не существует вакцины, не существует эффективных методов лечения. Это только уничтожение поголовья, зачистка полностью помещений. Это огромные убытки. В Курганской области до сих пор удается избежать угрозы распространения болезни. Россельхознадзор в качестве мер предосторожности регулярно контролирует существующие в Зауралье фермы и производства. Уже сегодня сотрудники ведомства проверили 200 предприятий свиноводческих хозяйств. В целом по области было выявлено 108 нарушений. В связи с этим 23 сентября в Кургане состоялось заседание, на котором встретились сотрудники Россельхознадзора и представители среднего и малого бизнеса. На нем обсуждались мероприятия, с помощью которых можно и в дальнейшем избежать распространения инфекции. Во-первых, мы не используем пищевые отходы в кормлении наших животных. Это первое. Во-вторых, мы не закупаем корма на стороне. То есть, соответственно, с юга у нас не могут происходить поставки кормов каких-то. Наша зона благоприятна по африканской чуме, поэтому мы только на своих полях выращиваем и кормим только своими кормами. Помимо этого, все сотрудники производства обязаны иметь спецформу. К тому же на предприятии используется термонагрев, помогающий обеззараживать корма. Как утверждают сами сотрудники Ростельхознадзора, самый верный способ обезопасить свое фермерское хозяйство – это строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил.